В Рязанской области движение пригородных электропоездов сохранится в полном объеме. Между областным правительством и железной дорогой действуют соглашения, где прописаны все условия пассажироперевозок. Регион их неукоснительно выполняет, ежегодно перечисляя субсидии в качестве компенсации за выпадающие расходы при перевозке пассажиров льготных категорий. В Рязанской области пригородные поезда не отменялись. Мы работаем на территории области уже 4 года, с 2011 года. И с 2011 года все пригородные перевозки по территории Рязанской области сохранены. Мы постоянно работаем совместно с правительством Рязанской области. И благодаря тому, что правительство адекватно оценивает необходимость пригородных перевозок, все поезда сохраняются. Сказать, что наиболее популярные можно в том ключе, где наибольший пассажиропоток. А это связано с численностью населения в каких-то определенных населенных пунктах. Основной пассажиропоток по территории области – это Рязань-Сасово. То есть между этими населенными пунктами. Есть населенные пункты, где пассажиропоток невелик. Это Михайловское направление, Узунова-Павелец. Это направление на Язакова. Там пассажиров у нас очень мало. Но вместе с тем зачастую мы являемся там единственным транспортом. Безусловно, есть и убыточные направления. Но отменять из-за этого весь маршрут – это явно не выход. Раз пассажиров мало, то возможно сократить количество вагонов в составе. Впрочем, масштабные ликвидации электричек Рязанской области обошли стороной. И даже когда Тамбовская область отменяла четыре пригородных поезда «Ряжск-Мичуринск», губернатор Рязанской области Олег Ковалев дал поручение проработать вопрос об организации автобусных рейсов по этому маршруту. Пригородные перевозки всегда были и остаются социальным транспортом. Поэтому я думаю, что правительство на уровне федерации, местные правительства и компании-перевозчики все-таки найдут общий язык и будут работать и дальше на благо наших жителей. Вмешательство президента электрички вернуло во все регионы. Но теперь, судя по всему, речь должна пойти о пересмотре принципа финансирования системы пригородных поездов. То есть, вероятно, и о пересмотре реформы РЖД, чтобы электрички снова не остались лишь головной болью местных бюджетов.